Я говорю, Альтопрандевский, знаешь такую, которая изнасилована, которая пишет, написала несколько полотен по убиению Галаферна. Там есть одна такая, что вы видите, как она мстила. Ребята, вам нужно изучать науку живописную, живописную. Вы что делаете? Ведь вы же совершенно вот это замечательное дело. Вы практически познаете этот самый, как он называется, гармонию. Так книжки-то какие великолепные есть. Ну, Гомбриха, лучшая в мире история живописи. Вот вы там увидите, как, что, как. Вы знаете, чем я был? Открыл и открываю. Когда? У египтяне всегда левая нога. Две левых ноги. И вдруг две ноги, одна правая-левая. Реформа. Девушке, мне 75 лет. Я занимался в изокружке из 55-го года, когда в горный институт поступил. Деньги начали субцовыть, я начал все покупать. Так это сейчас все, вон, богатство какое. А что такое классическая музыка, девушку? Как говорил в Бахат-Бакарде, для девушек говорил. Он очень волновался, переживал, что его жена, Кастурба, она тоже из Бахат-Бакарде, не выучила так и читать, и писать. И он говорит так. Почему он возмущался? Он говорил так. Потому что образовывая мужчину, мы образовываем одного человека. А образовывая женщину, мы образуем всю семью. И главное, почему у нас раньше такие были люди? А потому что женщины все на фантапианах играли. А сейчас вы посмотрите, что делается. В городе нет ни одного магазина, продающего классические сиди. Ублюдки. А у меня, например, лично от песнопений древних греков и древних евреев. И до сегодняшнего Софья Губайдулиной. Так, наверное, что-то, жить-то совершенно не так. И когда смотришь на этих приобретающих частную собственность, он ее что? Когда дурак Прохоров за их возьмет, вы подумайте. Аккуратно. Я вас слышу хорошо, не надо так близко. У нас есть два пульчика суномера. Я вот четко говорю. Где государством правят суномеры, там в государстве люди превращаются в колебаторов. Вам что-нибудь это говорит? Пока нет. Поехали. А ведь ваше Бог-то дал вам припой понимать гармонию. Да не всем. Спросите, вы знаете, что такое гармония? Я, например, за свою жизнь перечитал всю эстетику. И лучше всех гармонию объяснил, знаете, кто? Физик великий, Газимберг. Слыхали когда-нибудь, что это такое? Что-нибудь про Газимберга слыхали? Что-нибудь про Газимберг.